есть какая-то поклевка здесь а он видите как загибает ох там 2 поклевка еще и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! 9 октября. Выбрался на рыбалку, на донке. На кормушке поставил кашу, перемешанную с перловкой, с пшенкой. На крючке одел горох. Буду сидеть, ждать поклевки. Здесь я как-то хороших карпов ловил. Посмотрим сегодня, что получится. Надеюсь, будет интересно. Всем приятного просмотра! Так, ну что есть? Вот первая поклевка здесь. Что-то натягивает. Посмотрим. Должна рыба там быть. Так, пацак. Вот здесь у меня. Здесь берег крутой. Сейчас посмотрим, как будет рыба выходить. Так, куда-то зацепилась, видимо, снасть. Сейчас выйдет. Должна выйти. Так, пока непонятно. Что-то вроде есть. Да, что-то есть там, что-то сопротивляет. Надо спуститься вниз. В сторону уводит, что-то там. Что-то есть. Карась хороший, крупный. Хороший карась, ребята, есть. Да, вот это карась, я понимаю. Вот это крупняк. Зацепил мне удочку, правда, еще. Ну что, друзья, вот и первая рыба сегодня. Хороший, крупный карась. Смотрите, какой здоровенный. Он как засекся. Отлично. Первая рыба есть. Поклевка слабая, вялая была. Пару раз дернула. Он сначала куда-то завел. Там бровка есть. И вот немножко зацепился. Ну, удалось его взять. Отличный карась. Это больше полкило, даже где-то грамм 600 может. Так, ну что, давайте его сразу взвесим. Посмотрим, сколько весит. Так. Да, как я и сказал, вот видите, полкило. Примерно весы показывают. Вот это фартовые весы мои. Они показывают на... Примерно на 100, на 200 грамм меньше. Поэтому грамм 600 возьмем. Здесь вот 500 показывает. Пускай 600 грамм будет карасик этот. Так, ладно. Сейчас его в садок закинем. Так, чтобы... Садитесь, как истыг неразвит. Ах! есть какая-то поклевка здесь а он видите как загибает ох там вторая поклевка еще какой-то плев начался ребята там еще другая дом как лет посмотрим что здесь начало вот там хорошо загибай прям там карп поход дело да там что хорошо прям гнет так сейчас быстренько это вытащим здесь что-то не крупная карась наверно там дальше прямо загибает здесь крупный карась хороший вот такой вот здесь такой хороший карась побежали сразу к другой гонки так это там пускай здесь прыгать пока пойдемте другой донки там прям такой загиб хороший не знаю рыбы там еще нет здесь тоже очень хорошо тянула не знаю рыба здесь еще нет что-то натяг такой посмотрим сейчас здесь очень на карпу было похоже поклевка куда-то завела смотрите там бровка есть может коробку завел нет рыбы нет может есть пока непонятно может карась просто бог на что-то зацепилась хорошая поклевка здесь была такая вот какая-то какой-то мусор пластик какой-то пришел так ладно сейчас перекину клев начался потихоньку можно сказать три поклевки сразу одновременно а до этого затишка была где-то примерно около полтора часа два часа где-то примерно полтора-два часа ничего не клевала и они в одновременно как будто бы сговорились втроем клюнули вот так вот на рыбалке часто кстати бывает как будто у рыбы какой-то таймер включается там природа и она начинает активно питаться из какая-то еле-еле заметная поклевка здесь бровки есть и из-за бровок поклевки могут быть нечеткими и видел как еле-еле заметно такие рывковые движения делал кончик удилища сейчас надо вытащить проверить возможно там рыба сидит посмотрим с того момента как я эту донку закинул прошло где-то около двух с половиной часов поэтому все равно надо будет перекинуть посмотрим что там потеку такое ощущение что-то что-то как-будто есть заброс дали пока непонятно что-то не крупный на карася похоже вот начался притягиваться сейчас возле берега вот такой карасик сделал вот такой карасик попался поклевка еще что лезть есть поклевка еще одна опять они как будто сговорились вместе клюют пойдемте еще посмотрим он там как тянет вот здесь тоже есть вино он как загибает но это карась к весу сазан так не тянет посмотрим рыбы там еще нет да в сторону ведет сопротивляется на карась хороший карась крупный такой есть еще один ребята вот как я и говорил они одновременно клюют на разные донки несколько штук сразу смотрите как засекся вот за нижнюю челюсть и на этом водохранилище караси такие необычные с черными плавниками сейчас я вам покажу вот какой-то черный оттенок у плавников есть своеобразное для этого водохранилище вот и брюшные плавники тоже видите тоже с черным оттенком хвостовой плавники здесь тоже такой красивый таких сразу два крася клянула 1 2 как видели снова два карася вместе клюнули как я и говорил как будто они сговариваются вместе клюют еще вам интересно наверное будет узнать как дела у той собачки про которую я последнее видео снял на канале и и мы решили пока у нас оставить она маленькая жалко и и там вы видели то что к ветеринару свозили мы ее надо будет еще свозить ее там прививки от бешенства поставить от чумки там может еще какие-то другие дополнительные прививки надо будет сделать ей у нее все хорошо она очень хорошо подружилась и с джеком это наш лаборатор и с киселем это наш кот они там вместе играются она их кусает они немножко на нее жалуются но не ничего нормально так привыкли уже так вот здесь вот что-то несколько раз дернула посмотрим рыба там еще нет какой-то задев опять и чувствую то что рыба на крючке тоже с посмотрим оси за из-за зацепа не сошла рыба сошла рыба была я прям чувствовал как в руку немножко бьет но из-за задева соскочила так ладно сейчас перекину снова то донка сработала на которую до этого тоже холостая была так вот на этой донке какая-то поклевка была что-то дергала с посмотрим здесь ли еще рыба о что-то сопротивляется прям почувствовал как в руку ударяет да что-то он загибает прям спиннинг он еще это спиннинг мягкий карасик там есть сейчас посмотрим удастся ли вытащить его да вот он а это это сазанчик вот он небольшой сазанчик с не ошибаюсь так да вот такой вот совсем небольшой видите усики сазанчик пойман вот он тоже здесь такой с темными плавниками смотрите видите немножко красноватый хвост тут у него вот очень маленький ну что давай малыш позови побольше там покрупнее сазана давай а вот пошел-пошел вот он поплыл с посмотрим это и и и и и и и что-то вроде есть здесь грузило тяжелая поставил карась вижу карася посмотрим сейчас не сорвется да и такой хороший карасик крупный сорвался сорвался зараза не убегая вон он внизу сейчас убежит наверно да вот он упал ладно пусть плывет губа не выдержала его хотел так поднять отлично хороший крупный карась был где-то около полкилограмма сейчас перезаряжу закину еще попадется ну вот как и обещал прогноз погоды солнышко выглянуло ближе к обеду с утра пасмурно было облака были на небе сейчас вот просвет появился и солнышко светит посмотрим может еще лучше будет открывать солнечную погоду так что-то волна поднялась за ветра и карасей вон садок выталкивает из воды и они трутся мучаются надо сейчас лучших ведро переложу так вот водички наберу чтобы они не мучились там вот так вот пускай ведре лучше будут снова есть поклевка на одну и ту же донку привет которые вот так вот вертикально в землю закрепил почему-то на нее в основном поклевки это там донка на которую карась сорвался с посмотрим ветер сильный поднялся и поклевку не очень видно мы смотрим сейчас на этот раз удастся ли карася вытащить потому что до этого губа-то порвалась у него ушел он так пока непонятно если рыбы нет ох есть работам небольшой карась ну по сравнению с ними небольшое так неплохой вот такой вот смотрите вот он сейчас солнышко светит можно покрасивее вот эти поинтереснее зафиксировать вот эти полнички черный который я говорил видите такая каем очка черный вот засекся смотрите как вот за нижнюю челюсть прям на горошек давай полезай к своим друзьям это тонко закинуто ближе всего кстати на которую же второй раз подряд карась попадается здесь тоже вот что-то на поклевку похоже что-то звенит прям из тоже надо вытащить посмотреть проверить слабину дала что ли этот поэтому может карасик сидит это тоже донка недалеко закинуто кстати непонятно ну так на ощупь не чувствуется ничего нет рыбы видимо нет рыбы нету горох один съеденный только горжу кожура осталась от гороха видимо рыба была может соскочила вот видите только кожура 1 и она такая погрызанная может даже здесь раки тоже есть на этом водохранилище может даже раки сгрызли план час перекину овцы ходят по берегу их рыбаки гоняют вот они наконец нашли место где могут спокойно травку поесть на берегу все так же один из рыбаков ловит другой с ним рядом сидит у него что-то нет поклевок ну кто знает может он крупные бойлы какие-то поставил на более крупную рыбу а другой рыбак может на карася какого-то опарика или червя поставил тоже бывают такие карпятники которые только крупную рыбу сидят ждут ну и судя по пенопластом это сто процентов это карпятник вот можно по пенопласту понять обычно карпятники вот в нашем регионе в татарстане ставят пенопласт также как я ставлю на свои донки вот видите вот мои ноги стоят спинопластом все так ветер очень усилился прибавил он там поклевка и смотрите ярко выраженная такая поклёвка несмотря на то что ветер сейчас наверно плохо будет видно посмотрим сейчас на эту на эту донку еще рыба не клевала так что-то какой-то задев есть куда-то завел опять так пока непонятно вроде бы есть что-то не сазан на карася похоже больше если он там еще да да так сазанчик небольшой вижу красный хвостик так вот он небольшой сазанчик попался вы смотрите тихо 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 хочу посмотреть на какой из крючков попался так попался у меня здесь на этой снасти два поводка стояла один в кормушке другой вот на леске сейчас на камере батарейка садится надо быстренько заснять его вот видите какая засечка за губу на горох попался вот такой вот красавчик это отпускной но я его отпущу небольшой где-то около 400 500 грамм хороший сазанчик такой так ладно пойду отпущу пока ну что давай малыш позови побольше там покрупнее сазана давай а вот пошел-пошел вот он уплыл на этом водохранилище вот такой вот язык есть довольно популярный среди рыбаков кстати сегодня карповое удилище не особо работают а вот он берет вот рыбу эти вот крася поймал видимо или карась или карпик сегодня кстати вот я рыбачу у меня карповое удилище дальний заброс который вот эти вот 390 с большими катушками вот этими 7000 они не очень хорошо работают больше всего работают вот эти вот более короткие вот эти которые оставлю с обычными катушками вот этими китайскими дешевыми вот эти вот 250 спиннинги которые недалеко улетают снасть они сегодня больше ловит чем вот эти карповое удилище который дальний запрос выполняет видимо рыба ближе к берегу ходит посмотрим может что-то изменится но пока более короткие более эффективные ветер усиливается надо будет вот здесь такой овражек есть надо будет сейчас все вещи спустите здесь в овражке сидеть чтобы ветром не сдувало и меня чтобы не сдуло так чисто ориентироваться по колокольчикам буду иногда буду выходить из-за вражка смотреть на донки пришел перед перекинуть донку пока не могу понять и что-то сидит рыба видимо хорошая даже вот там сазанчик по ходил неплохой так мне надо вниз спуститься чтобы его взять за сазанчиком не знаю губа вот у него выдержит нет непонятно как держится очень вот он есть вытащил я сазанчик это сидел даже не клево он даже поклевки толком я не видел такой же чуть побольше уже подки ложку хорошая засечь когда мы видели там смог поднять даже этот губа не порвалась за нижнюю челюсть вот он красавчик вот такой вот где-то килограмма уже это покрупнее такой хорошенький вот видите красный плавник у него такой хорошая засечка за нижнюю губу отлично такую крупную рыбу да вот килограммовую до почти сазана я вытащил за за нижнюю губу и рискнул из из высоты увидел то что он хорошо сидит вот такой вот сазанчик так ну ладно ждем может покрупнее еще клинить этот отличный такого можно взять я думаю на запекание в самый раз еще одну донку на проверку вытаскиваю что-то странно идет немножко под напряжением возможно тоже рыба здесь есть да вот неплохо так давит там неплохая рыба поход дело так надо спуститься вниз с подсаком и и взять а там карась карась он так вышел вот он зачетный такой вот карась попался смотрите также за нижнюю губу хорошая засечка вот на горох отличный карась такой крупный грамм 500 толком поклевки не было я просто вытащил чтобы донку проверить из-за ветра поклевки не видно просто вытаскиваю наугад и рыба сидит так вот здесь вот что-то похоже на поклевку было леска провалилась немного с ветром конечно с волнами не очень понятно там поклевка это рыба или что это наверно вытащить проверить лучше может там рыба сидит какая-то хорошая пока непонятно что-то похоже на рыбу там так вводит в сторону да там рыба есть оп и сорвалась карасик или сазанчик был плохо засекся только голова показалась из воды и сразу с этот соскочил и и и и и и и вот здесь здесь поклевочка что-то он тянет видите в перемешку с ветром не очень понятно но я вот вижу как тянет и колокольчик побрянки вает такой сейчас посмотрим кто там попался бывает и крупная рыба так льет хорошая так рыба рыба на крючке ведет в сторону пока не знаю карась или карпик сазанчик так карась вижу черный хвост карась вот вот он есть сразу видел черные плавники его вот он такой какой-то вытянутое тело как у сазанчика прямо смотрите засечка вот под нижнюю губу такое длинное тело как у сазана да но это карасик видите и хвост у него такой кто-то цапнул здесь щука тоже есть окунь может кто-то нападал на него так ведро вот у меня здесь во враге время третий час дня сейчас эту доночку надо перекинуть так здесь какая-то поклевочка есть что-то дергает что-то чувствую то что в руку бьет посмотрим кто там попался карась черные плавники вижу карась там хороший вот он вот он красавчик смотрите хорошая засечка в очередной раз за нижнюю губу прям классического такая засечка как видите рыбу поднимаю рискую и рыба не срывается если она правильно засекает что не срывается еще не такой же красавчик с черными плавниками вот характерно для этого водоема видите с черной каемкой такие плавнички такой красавчик надо его ведро карась в очередной раз попался на ту донку которая ближе закинута некоторые донки я закидываю где-то метров 30 от берега и некоторые донки где-то 50 60 ну дальше какие-то дальше какие-то шахматы на порядке в общем и пока на данный момент большинство поклевок на ближние донки дальние пока вот молчат начал собирать одну из донок могу понять там рыбу что ли да там рыба вот она есть карась такой попался когда уже начал собираться не клюет стоит я даже не знал там рыба есть нет просто дай думал лучше проверю вытаскивать там рыба сидит тогда сегодня вообще интересная рыбалка вторую донку тоже начал вытаскивать такая же история представляете рыба сидит сейчас завела за другую донку я уж не спустился вот карась такой сидел хорошо засекся кстати не намека на то что рыба там есть просто вытаскиваю проверить там рыба сразу ведро и закинуть хорошо засеклась он конкретно сидит такая же история сейчас третью донку вытаскиваю для того чтобы перезарядить перебросить рыба сидит там да вот карасик сидит пожалуйста вот он вот карась сидел караси молчаны сегодня никакого признака на то что рыбы там находится не подергивание не 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 позвал не не звонит колокольчик никакого признака хорошая засечка за нижнюю губу пожалуйста очередная что полезай ведерко еще один на ларика за килограмм чеку такой вот хороший для запекания и отличные карасики вообще караси конечно бомба вот смотрите какие красавцы вот они я надеюсь интересно была такая рыбалка всем спасибо за просмотр всем пока увидимся на следующей рыбалке в следующем видео надеюсь начались на следующий балки удастся поймать ну созана побольше хочется как говорил покрупнее что-то трофейчик какой-то а а а а а а а это с десяток карасей примерно вот общий вес 4 килограмма эти весы уменьшают на 200 грамм вот 3800 показать 4 килограмма хорошая рыбалка такая классная ну и сазанчик на килограмм общий это 5 килограмм получилось здесь только что собирал донку тоже была мелкая рыба какая-то на крючке забагренная платвичка похудела сорвалась упала только показалось из воды и сразу упала так палочку надо чтобы кормушку почистить от каши вот так простой палочки этот пшенка перловка там с горохом все и промыть и вот она чистейшая кормушка там пару горошин осталось ничего страшного и 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